когда смотришь на приорадский дворец с разных ракурсов он предстает не одинаковым то ли это загородная резиденция то ли монастырь а то и вовсе средневековый замок он многогранен как и фигура его основателя императора павла 1 октября в гач не отмечают день рождения главы российского государства и одновременно мальтийского ордена об одном из самых противоречивых правителей расскажем на первом это включение из ленинградской области доброе утро став великим магистром то есть главным в мальтийском ордене павел первый придумал для себя корону такого не дело за семь сотен лет не один из его предшественников и даже не одну а две одна была сделана ну фактически наспех к моменту интронизации не совсем удачно она была скомпонована она очень плохо держалась на голове и позднее была сделана вторая корона именно ее сын павла александр первый когда сложил полномочия магистра отправил папе римскому как это полагалось 2 исправленная осталась на родине и по сей день хранится в кремле но как вообще получилось что российский император стал главой старейшего европейского ордена и что эта организация из себя представляла после того как мальтийцы решились очень многих своих владений потому что война шла по всей европе они решились и денежных средств а павел петрович ну фактически экспансировал мальтийский орден был основан в 11 веке для помощи больным и неимущим во времена крестовых походов он стал рыцарским позже занимался торговлей легенды о братстве благородных воинов увлекли павла еще в юности и вот он уже строит в гатчине замок для заседаний ордена из грунта приорадский дворец построен по технологии производства земли бита то есть в основе лежит земля либо ее просто вот так вот слоями трамбовали между опалубками либо делали вот такие вот земляные кирпичи и затем их проливали еще известью технология в то время считалась инновационной но не прижилась приорад слова кстати означает монастырь единственная сохранившаяся в россии постройка такого типа а мальтийцы до нее так и не доехали не сбылась мечта рыцарстве как и многие другие мечты императора в течение довольно долгого времени его представляли в основном как такого больного безумца да вот за последние годы появилось много публикаций которые наоборот говорят каких-то мудрых шагах павел облегчил положение крепостных и напротив стеснил дворянство но испугавшись французской революции ужесточил цензуру он запретил наследовать престол женщинам что положило конец эпохи дворцовых переворотов правда жертвой последнего стал сам а мальчишеское увлечение рыцарями вовсе могло иметь серьезные геополитические последствия император собирался устроить на мальте военно-морскую базу и сделать остров российской губернией после наполеона оттуда уже изгнала великобритания и это стало причиной для плохих отношений ухудшения отношений россии и великобритании потому что павел естественно рассчитывал что англичане освободив мальту передадут ее россии страсть к рыцарству сказалось и на архитектурных пристрастиях павла чего стоит михайловский замок в центре петербурга да и гачина превратилась в образцовое дворцово-парковое поместье именно при нем и самое главное наверное вот это вот замковость до нашего главного дворца вот это ощущение такого военного такого объекта до такого немножко немножко мрачноватого хотел сейчас его почистили он стал светлым но все равно все равно общий вид такой вот суровый разрушены во времена великой отечественной ансамбль восстанавливают по сей день сейчас специалисты занимаются комнатами где жил император пространственные конструкции временных лесов связаны с необходимостью технологического разделения процесса как мы с вами видим здесь занимаются установкой столярных заполнений а также воссозданием дверей и окон под потолком работают над декором мы прошли сейчас про имеющиеся эти галереи под лесами и вышли из помещения попадая в обвальный кабинет паула это возможно благодаря тому что после революции интерьеры скрупулезно зафиксировали на фото пленку какими они были такими их и восстановят тот минимальный набор лепного декора потолочные розетки кронштейны 10 депортов дверных проемов работы по реставрации не относятся к строительным и спешить порой или наоборот гнаться за какими-то сроками не получается спешить и некуда за 250 лет эти места повидали столько что год другой в исторической перспективе уже ничего не значит по с возрождением дворца будет возрождаться интерес и к одному из самых недооцененных императоров да не учененов олег подьячев алла васильева и ангелина виденская первый канал петербург